Трое мальчиков из детского дома города Астрахань обрели в Дагестане новую семью. Такой большой человеческий поступок совершила Мадинат Шахбулатова из Махачкалы. Она не испугалась трудностей и взяла под опеку троих детей-инвалидов. В ходе съемки женщина призналась, что приняла такое решение после чуда, случившегося в ее жизни. И готова приютить еще нескольких ребятишек. О том, что чужих детей не бывает, еще раз убедилась Патимат Бурзива. Ей слово. Они целуют и обнимают ее нежно, как родную маму. Дагестан и стала этим брошенным детям самой настоящей матерью. Еще месяц назад трое мальчиков – Максим, Володя и Даниил – находились в Астраханском детском доме. Этому Володя звал. Мы поименали по-своему Мурада. А этот Максим по-своему имену. А мы поименали Махмуд. А этот Даник был. Само имя у него Даник. А мы дали Дания. Несколько лет назад единственный сын Мадинат сильно заболел. И тогда женщина дала клятву. Если он выздоровеет, то она обязательно возьмет на воспитание детей из приюта. Сын пошел на поправку. И Мадинат сдержала свое обещание. Сейчас Ахандулеву хорошо его поженили. Сейчас хорошо. И потом я решила это детей взять. Это было очень тяжело. Все трое мальчиков с ограниченными возможностями. Но это не испугало женщину. Она хотела взять под опеку именно таких детей. Ведь их усыновляют очень редко. Нам нужны были не здоровые дети, а больные. Почему сказать? Потому что у меня семь был 5-6 месяцев. Коки. Даже не стал. Ничего не делал. Я на двух столах сидела 5-6 месяцев. Поэтому я решила этих детей взять. Мальчики называют ее ласкова баба. Охотно учат слова на аварском языке. Знакомятся с новыми родственниками и окружающим их новым миром. Когда люди приходят, они говорят, салам алейкум. Да. Они так уже по-саламу, да, по-английски учат. И когда уходят, тоже говорят, ну хвитаги, ну хвитаги. Все хором кричит. Буквально за месяц они набрали вес. Стали очень активными и жизнерадостными. В первое время очень тяжело было. Очень тяжело было. Две, можно сказать, три-четыре сутки даже не спать. Ну, новое место, новые родители. Поэтому тоже, наверное, они, знаешь, как дикие были. И уже сейчас и привыкала. Сейчас и хорошо они ведут. Специалисты отдела опеки Кировского района очень часто навещают детей. И каждый раз убеждаются, что мальчики в надежных руках. Новая семья создала им все необходимые условия. Окружила лаской и заботой. Действительно, условия хорошие созданы матерью приемной для этих детей. И дети, на удивление, очень хорошо и быстро адаптировались. То есть приняли ту среду, в которую они попали. И почувствовали себя, хотя много лет, они с рождения практически находились в учреждениях интернатного типа, то есть в доме ребенка и в социальном центре. Они не знали, что такое семья. Но, приехав сюда, увидев эту обстановку, познакомившись с приемной матерью и с родственниками, они влились и чувствуют себя абсолютно так, как будто бы они здесь всю жизнь и жили. У мадинат большое и доброе сердце. Женщина, взяв под опеку троих детей-инвалидов, останавливаться на этом не намерена. Она уже решила, что приютит и воспитает еще пятерых малышей. Фатиман Брузива, Абрагим Магомедов, Время новостей.